В имя Отца и Сына есть Тагадуха Аминь. Вы задаете вопрос о том, что вашей дочери 12 лет, и у нее есть подружка, которая нецензурно ругается, бронится нецензурно броню, а вы ходите, как говорите, в храм вместе со своей дочерью, когда есть возможность. И дальше вы спрашиваете, что делать, запретить ли общение с этой девочкой, которая нецензурно ругается, матом, но в классе все у нее ругаются этими словами. Может быть, ваши девочки не ходить пока в храм, а переждать этот возраст переходный, а потом начать ходить в храм. И вот эти все вопросы вы задаете, просите помощи и наставления. Я хочу вам сказать, что в храм не надо ходить, когда есть возможность. В храм ходят всегда, каждое воскресенье, на литургию и на вечернюю службу, потому что возможность ходить в храм есть всегда. Просто надо отложить какие-то дела и идти в церковь, понимая, что спасение души главнее всего в жизни. Нет возможности ходить в храм у людей, которые находятся, например, в карауле с автоматом, на боевом дежурстве, или врачи скорой помощи, которые не могут бросить дежурство и идти в храм во время своей смены. Или когда человек парализованный, лежит в кровати, не может встать. Или где-то на пульте оперативный дежурный в МЧС, или офицер полиции, который находится на смене. Или рабочий, который находится в цеху, который нельзя останавливать, например, в доменной печи. Остальные случаи, когда человек просто говорит, ну, там, иногда на грядку, на огород или еще куда-то, все-таки это дело не является отсутствием возможности идти в храм. Нет. Поэтому в храм надо ходить каждое воскресенье, как исключение, вот в тех случаях, которые приблизительно, в тех случаях, когда я писал, если нет возможности бросить работу, ты работаешь в это время, или встать с кровати, ты болен, парализован, преклонен к постели, тогда в храм можно не идти. Детей лишать тоже не надо в воскресной турбии. Господь говорит, не возбраняйте детям приходить ко мне таковых из Царствия Небесного. То есть, вот таких, как они, таких, как дети из Царствия Небесного. Простых, незлобивых, кротких, чистых, имеющих веру, смирение, вот таких людей, которые, как дети из Царствия Небесного. Дети из примерных для подражания, каким вы должны быть, чтобы войти в Царствие Небесное. И дети должны тоже ходить в храм, исповедоваться, причащаться и получать благодать Святого Духа. Господь ждет их в Церкви. Поэтому, если сейчас отучить ребенка от Церкви, то потом, после перехода возраста, еще сложнее будет туда ходить. Насчет девочки, которые ругаются нецезурной бранью, я думаю, не надо стараться прекратить их дружбу насильно. Пусть они сами разберутся, хотят ли они дружить или нет. Действительно, как вы говорите, сейчас такое время страшное, что ругаются матом не только в школе уже, в средних классах, а уже и в детском садике. Что говорить, что сейчас уже произведения искусства, если можно так это назвать, песни, фильмы и прочее, где открыто ругаются нецезурной бранью, и дети это смотрят. И, конечно, у них вопрос, а почему нам нельзя, если взрослым можно, если это в произведениях искусства все афишируется и рекламируется. Вот такой стиль речи. Поэтому времена сейчас страшны в этом плане. Когда мы произносим холу, каждое нецезурное слово – это хула на Божью Матерь, на Господа. Я думаю, что пусть ваши девочки дружат. Просто можно иногда по-доброму, без менторства, без такого нажима, поговорить о том, что это нехорошо, и что действительно высокий стиль. И высота души – это не в том, чтобы ругаться грязно, наоборот, быть над этой грязью, не впадать в эту грязь. По-доброму поговорить и молиться за своих детей. Возможно, пригласить в церковь, водить в церковь не только вашу дочь, а ее подружку тоже, сказать, а пойдемте все вместе в храм. Вот, может быть, сходить в воскресную школу, если у вас есть в храме воскресная школа, где все эти вопросы изучать, детей учат духовной жизни, христианской жизни учат не ругаться грязными словами и другим добрым делам. Поэтому, конечно, ходите в храм вместе с дочерью, своей вместе с подружкой, и регулярно, когда есть, как говорите, возможность. Возможность всегда нам Господь подает. Воспитывайте детей своих, постарайтесь потрудиться и над своей душой, получая благодать Святого Духа и радость жить вечным, здесь и в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok